Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Дела по факту мошенничества в особо крупном размере и банкротства агрохолдинга. Руководитель УМВД Константин Селянин заявил, что Загозкин и Калантай арестованы. Первая часть уголовных дел уйдет в суд в апреле-майе. Программа Экономика. Полиция проверяет две микрофинансовые организации, имеющие признаки финансовой пирамиды. Обе компании работают на территории Кирова. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения возбуждения уголовного дела, сообщили в полиции. В прошлом году полиция выявила два случая, когда такие организации не выполнили обязательства перед вкладчиками. В Котельниче кредитный кооператив задолжал почти сотни пайщиков 75 миллионов рублей. По данному факту ведется следствие. Второе дело заведено на другой кредитный кооператив в Котельниче, который работал и в других районах области. Его задолженность перед вкладчиками 60 миллионов. Экономика. На 101 ФМ. Половина кировских предпринимателей пользуется упрощенкой. По данным налоговой службы за 15-й год в регионе таких было 48%. Эта цифра выше среднего значения по Приволжскому округу и по России, где на упрощенке сидит примерно треть предпринимателей. При этом налоговая отдача от этих налогоплательщиков ниже, чем в других регионах. В Кировской области она составила 2,3%, в ПФО 2,4%, по России 2,7%. Сумма налога, который платится по упрощенке, в расчете на одного налогоплательщика составила 66 тысяч рублей. Средняя по России цифра 92 тысячи. Причину низкой отдачи налоговые органы видят в применяемых схемах минимизации налогов. Экономика. К другим новостям. Дальнобойщикам напомнили о льготах по транспортному налогу. В Кировской налоговой службе подчеркивают, что участники системы Платон имеют право на льготу, независимо от того, записан автомобиль на ИП или на физическое лицо. По закону налог могут не платить участники системы, если они платят по Платону сумму, равную налогу или ее превышающую. Если платится меньше, то на такую сумму можно получить налоговый вычет. Заявить льготу можно через личный кабинет на сайте налоговой, либо написав заявление в инспекцию или направив заявление почтой. В регионе выросло количество ликвидированных организаций на территории Кировской области на начало текущего года. В статистическом регистре учтено 36,5 тысяч организаций. За два года их число уменьшилось на 8%. В прошлом году в регионе появилось 3 150 новых организаций, на сотню меньше, чем в 15-м. Ликвидировано более 6 тысяч юридических лиц. Впервые за последние пять лет число ликвидированных компаний почти в два раза превысило количество зарегистрированных экономических субъектов. Уфа составила антирейтинг кировской рекламы. Подборка сделана в целях пресечения нарушений законодательства о рекламе. В нее попали худшие вывески с точки зрения общественной опасности, оформления и этичности. Например, эксперты отметили рекламу, на которой рядом с надписью «Эволюция обольщения» изображены Нефертити, Венера, Мона Лиза, Мерлин Монро и девушка, танцующая у шеста. Также в списке худших, в частности, реклама автомойки со слоганом «Будет блестеть, как у кота». Напоследок, коротко, несколько цифр. 25 предпринимателей вошли в экспертный совет агентства стратегических инициатив. Они будут следить за упрощением процедур ведения бизнеса. 44% запланированных на год средств уже заплатили аграриям. Они получили более 800 миллионов рублей. 25 тонн палочек для еды будет выпускать новые предприятия в Кирово-Чепецке в год. В завершение валютах курс доллара на сегодня 56,44, евро 60 рублей 8 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Продолжение следует... Продолжение следует...